Товарищ президент Республики Беларусь, на вакантную должность начальника генерального штаба первого заместителя министра обороны Республики Беларусь представляется первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности генерал-майор Муравейко Павел Николаевич. Я понимаю, вы учитывали такой управленческий фактор совместной работы с министром обороны. У нас же система не экспериментов, у нас министр обороны есть министр обороны, ему подчинены все в министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник генерального штаба имеет определенную самостоятельность, непосредственно занимается планированием реализации тех или иных военных мероприятий, ну и всем тем, чем живут войска. Вот очень тонкая грань между министром обороны и начальником генштаба. Ну, откровенно говоря, они вдвоем сработаются. Так точно, товарищ министр. Учитывая опыт министра обороны и опыт генерала-майора Муравейко, их знания и, самое главное, нацеленность на конечный результат и понимание того, что это государственные люди, отвечающие за военную безопасность страны, я думаю, что это наиболее целесообразное решение в этих условиях обстановки, товарищ президент. Еще раз подчеркиваю, Павел Николаевич имеет непростой характер. Вы лучше меня знаете. Это такой мужской характер и щелкать каблуками он не будет. Он прекрасно понимает, что он практически напрямую подчинен президенту. И вот тут вот сложились бы у них отношения, потому что и министр у нас обороны с характером человека. Товарищ президент, это государственные люди, и они понимают, на какие должности они назначены и в каких целях они должны достигать конечный, самый главный результат. И начальник генштаба, вы абсолютно правильно сказали, это самостоятельная фигура. Он непосредственно отвечает за вопросы, связанные со строительством и развитием вооруженных сил, с их перспективами. Он является членом Совета безопасности и правой рукой президента, главнокомандующего в случае обострения обстановки, введения военного положения. Поэтому, я думаю, эти люди понимают и справятся, и они будут решать задачи. Ну и в то же время и министр обороны не левая рука. Нет, конечно. Поэтому нам очень важно здесь, чтобы вы нашли понимание, вы ведь служили вместе, друг друга знаете хорошо. Но я это говорю, высаживайтесь, не только для того, чтобы заострить этот вопрос, а для того, чтобы вы понимали, что я ведь внимательно наблюдаю за ситуацией не только в стране в целом, но и конкретно, особенно в этой обстановке, сложной, непростой обстановке, за теми вопросами, которые складываются в наших вооруженных силах и, прежде всего, в армии. И мне не безразлично, немаловажно, какие будут отношения в самом министерстве обороны. И от обоих, от вас зависит многое. Я думаю, Павел Никасович, вы понимаете хорошо роль министра обороны в этой ситуации. Ну и министр обороны, я полагаю, четко представляет себе, что такое генеральный штаб. И вы знаете, я не терплю вранья, это бесполезно, рано или поздно все это всплывет. В Беларуси это невозможно, приукрасить обстановку, еще чего-то. Поэтому давайте нацелимся на то, что мы будем развивать вооруженные силы, так это мы делали до сих пор. Изучаю все, что происходит вокруг, особенно то, что происходит, к сожалению, в Украине. Ну это тоже для нас урок, урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война. Мы уже для себя выводы определенные сделали. Мы поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить, слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без системы радиоэлектронной борьбы, которая должна воздействовать эффективно и на беспилотные летательные аппараты, и вообще на другие вооружения, современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться. Ну министр обороны же еще и политические, и экономические, и прочие вопросы в дополнение к этому. Поэтому он и есть министр обороны. Спасибо.